вы искали лечение хронического простатита а какой вид простатита вы собираетесь лечить вы знаете чувствую легкое замешательство с вашей стороны большинство считает что простатит это равно половая инфекция только так и никак по-другому знаете должен вас очень сильно разочаровать если бы простатит возникал только по этой причине то курс антибиотиков излечивал бы инфекцию и вы забывали бы об этом из-за того что простатит возникает не только по этой причине большинство его обладателей ходят по врачам узких специальностей ходят по народным лекарям используют народные средства проверенные и не получают должный результат по той простой причине что причину простатита множество до самое легко учитываемое в кабинете уролога инфекция острый простатит плохо вылечили хронический простатит а следом за ним вы знаете самые неприятные осложнения видим потенции но это легко учитывается потому что мы родом из советского союза там всех попавших к урологу брали на карандаш это не единственная причина знаете на моем канале несколько сотен видео и ну вы знаете наверно треть так или иначе касаются причин которые приводят простатиту поэтому если вы понимаете что сейчас вы не сможете все эти видео просмотреть даже при большом вашем желании поэтому я вам рекомендую подписаться на мой канал вы сможете спокойно и удобно и для вас время просмотреть вы узнаете какие видео на какие темы смотреть чтобы понять что простатит не такое простое заболевание и не лечится вот так одним щелчком одним препаратом один средством или одним методом это комплексное понятие я вам сейчас немножко расскажу в принципе как появляется вот тот самый враг мужского здоровья под названием простатит да конечно ну то что опять начнем с того что считают большинство это инфекция да среди самых неразборчивых связях номер один действительно половая инфекция но если есть острый простатит если есть инфекция курс антибиотиков должен завершить эту проблему и вы должны выйти от уролога после антибиотиков без простатита если же вам попалась не самая простая инфекция или курс антибиотиков был щадящим или вы где-то не выдержали схему факторов которые могут помочь ускользнуть бактерии из-под действия антибиотиков масса появляется хроническая инфекция и тут остается хронический простатит на всю оставшуюся жизнь и при следующем снижении иммунитета при стрессах при переохлаждении простатит будет обостряться и вот тут вот одно принципиальное дополнение следующий курс антибиотиков как правило настолько мало эффективен что нужно двести раз подумать прежде чем его применить в чистом виде вот тут вы можете обратиться к врачу фитотерапевту который знает какими травами усилить действие антибиотиков и добить таки ту хроническую инфекцию которая вас тревожит чтобы она не поддерживала очаг воспаления в мужском втором мужском сердце и не вызывало его осложнение в виде эректильной дисфункции или импотенции фактор 2 среди самых неразборчивых пищи на фоне снижения иммунитета и грязной крови тоже возникает простатит тут уже без инфекции таких мужчин сегодня много я бы сказал очень много почему потому что соблазна много уже продукты питания далеко не те уже люди не знают как очищать свой организм питаясь поэтому тут вам нужен уже врач диетолог который вам расскажет основу правильное рациональное питание в наших экологических условиях уже в норме простата она защищена барьером от крови и если в крови токсинов мало они то барьер пройти не могут и простатита не будет но если не было половой инфекции простатит есть то догадайтесь с одной попытки что произошло в вашем организме просто была грязная кровь какое-то время барьер был пройден и простата воспалилась поэтому только через правильное питание через понимание как питание накормит ваш организм и одновременно очистит вы можете уйти от этого вида простатита ну среди самых разборчивых женщинах застойный простатит да когда мужчина думает нужна ему женщина не нужна эта женщина нужна другая женщина нужно спать с женой или спать с женой только в разных углах комнаты или постели у него естественно возникает застойный простатит если ну женщины к сожалению ответная реакция и организма у него возникает мастопатия эндометриоз фибромиома то есть тоже дисгормональные нарушения которые показывают что спят они порознь что нужно сделать чтобы эти явления убрать одновременно и у мужчины и женщины нужно понять что каждый человек пришел в этот мир решать определенные задачи у меня есть определенные требования к этой жизни и к своим второй половине эти требования обоюдные и пока вы не поймете друг друга вам сложно будет найти общий язык мужчине избавиться от застойного простатита а женщины от мастопатии с эндометриозом поэтому здесь вам нужен врач психолог вы знаете я немножко психологии знаком с психологией и могу помочь вашей семье найти общий язык чтобы женщины плавно одни месячные не нападали на другие месячные не было просвета между ними или предменструальный синдром не косил вместе женщиной и и ближайшее отдаленное окружение тогда не будет ни у женщины и и дисгормональных нарушений не у мужчины застойного простатита поэтому если вам нужна такая консультация не вопрос контакты вы видите на экране вы можете легко обратиться ну среди самых мнительных мужчин тоже возникает застойный простатит но совершенно другом фоне слабая печень у мужчины приводит тому что у него увеличивается вязкость крови на этом фоне появляется веитососуистая дистония по гипотоническому типу или проще гипотония и депрессия а в депрессии вы знаете противоположный пол вторая половинка не видно а зажигалка мужчины не ниже пояса она вот здесь если женщина мужчине симпатично все прекрасно никого застойного простатита не будет если мужчина не понимает женщину как в предыдущем случае понятно ничего тоже не произойдет а если мужчина просто не видит он депрессии ему не до женщины застойный простатит тут как тут поэтому все очень просто есть еще несколько групп причин у самых трудолюбивых мужчин тоже возникает простатит частично застойная частично связаны с тем что нарушена иннервация из поясничного отдела позвоночника и тут в принципе можно разок жизни подтянуть хорошую тяжесть сорвать себе поясницу и получить потом проблему можно тяжело физически работать и не знать как разрубить позвоночник после работы как его восстановить можно работать тяжело физически сидя то есть сидячая работа великолепный повод для того чтобы развилась патология поясничного отдела позвоночника и развился застойный простатит особенно если мужчина сидит а таз у него ниже чем колени здесь появляется застой при этом не обязательно поднимать ноги на стол достаточно регулярно сидеть за рулем в любимом автомобиле там тоже очень часто возникают такие явления поэтому водители или тех кто часто сидят за рулем у них или в автомобиле тоже у них возникает своеобразный вид простатита это тоже причина чем серьезная важно правильно подобрать себе машину подобрать себе сиденье есть еще один вариант простатита он развивается у гурманов у людей обладающих великолепным аппетитом часто на фоне опять-таки проблемной печени то есть когда в прошлом был перенесен гепатит его и вирусные токсический без разницы какой гурманы часто расплачиваются за это начали избыточным весом тоже один из вариантов простатита возникает на фоне а бывает расплачиваться диабетом 2 типа и собственный первый тип он немножко по-другому возникает но диабет избыточный вес тоже приводит простатиту диабет очень характерно потому что когда сахар крови повышается вы не знаете как его контролировать диета или препаратами он пропитывает эритроциты эритроцит заходя в капилляр там застрел и на фоне высокого уровня сахара ну несколько подвигов постели приводит тому что кровообращение усиливается и нарушается потом на всю оставшуюся жизнь очень сложно потом восстановить эту систему потому что капилляры растут очень медленно хотя если вы только стартуете в диабете не вопрос вы видите мои контакты вы можете обратиться диабет 2 типа в принципе хорошо лечится лечится за счет улучшения работы печени она управляет уровнем сахара восстановление печени приводит тому что сахар снижается нормализуется и вы выходите из-под риска заработать таким образом хронический простатит ну я бы сказал еще одну группу выделил бы беспечных людей которые не знают все вот эти вышеперечисленные факторы и легко и просто попадают простатит а выйти оттуда тяжело потому что они ищут одно волшебное средство нет волшебных средств от простатита есть образ жизни которым вы учтете все вышепереведенные мной негативные факторы и не будете попадать не под инфекции не под интоксикации не под психологические проблемы не под физические проблемы когда вы будете понимать что для работы этой системы достаточно напряженной работы в определенные периоды жизни очень важно комплекс мероприятий тогда ваша простата будет работать хорошо простатита у вас не будет эректильная дисфункция возникнет в преклонном возрасте импотенция будет там же вот кому не советую лечить простатит народными средствами потому что очень часто пытаются проводить очень простым путем дают стимуляторы дают тоники дженьшень или утракок левзей и другие препараты все это здорово это все усиливает потенцию да но если у вас есть подозрение а тем более если есть уверенность что у вас есть патеросклероз сосудов есть девеи это сосуду избежать дистанее по гипотоническому типу есть кардиосклероз есть миокардиодистрофии есть адресклероз сосудов есть ишемическая болезни сердца есть гипертоническая болезнь есть густая кровь или высокая вязкость крови я вас уверяю на вот этом фоне простимулировать потенцию заставить свой организм интенсивно работать в постели это может очень просто закончится очень неблагоприятно догадайтесь с одной попытки к до скажет умер как мужчина вы знаете лучше бы он жил и творил какие-то дела как мужчина чем умереть так легко и просто поэтому если вы понимаете что тот простатит который у вас есть это не одна причина это много факторов я думаю что вы уже у себя насчитали те факторы которые вы не знали и по причине их нарушения приобрели этот диагноз знаете не знание законом не освобождает от ответственности и теперь вы понимаете что ваш простатит нужно лечить комплексно нужно лечить системно и неважно кто смотрит это видео мужчина или женщина потому что в принципе страдает это и другая половина я думаю что вы понимаете что лечить нужно если вам это видео понравилось ну вы можете отметить здесь что вам это понравилось в какой мере если вы понимаете что это видео может быть интересно не только вам увидите под видео кнопки социальных сетей отправьте его своим друзьям знакомым если вы еще не подписались на мой канал ну вы можете это сделать любой момент и посмотреть другие видео на эту тему хотя там не обозначен просто вот простатит но вы уже услышали те диагнозы которые вам нужно искать те заболевания эти видео на какую тему вам нужно смотреть чтобы понять как бороться со своим простатитом или вы можете в принципе видите мои контакты вы можете обратиться и получить всю исчерпывающую информацию при личной встрече это может быть и skype если вы не в киеве живете если вам сложно приехать киев это может быть и личная встреча не вопрос не затягивайте со своим простатитом я понимаю что это не совсем приятная тема но вы видите лично мои контакты вы будете общаться лично со мной я надеюсь что я помогу разобраться тех проблемах которые вы имеете и мы найдем с вами наиболее разумный выход из той ситуации который вы попали